Одной из самых приятных новостей для собравшихся педагогов стал долгожданный разговор о том, что 10-й школа к 1 сентября 2019 года будет готова вновь принимать своих учеников. С начала нового учебного года собравшихся поздравил глава города Александр Тихонов. В Сарове создано трудами наших предшественников и вашим трудом, конечно, многоуровневая эффективная система образования, которая позволяет нам быть одним из лидеров, по крайней мере, в Нижегородской области по системе образования. Немало приятных слов в свой адрес получили те педагоги, которые только начинают свой трудовой путь в различных учебных заведениях нашего города. Таких в этом году 16 человек. Также руководство Департамента образования отметило и те учреждения, которые достойно показали свои результаты в конкурсах, рейтингах на областном и всероссийском уровне. Это детские сады 4, 16, 42, школа-интернат 9, гимназия 2, лицея 3. Особо приятно, что лицеи вновь вошли в федеральные рейтинги ТОП лучшей школы России. На конференции много говорили о медалистах, уровне знаний по тем или иным предметам и об объективной оценке этих самых знаний. Важным моментом в этом вопросе стало изменение в условиях сдачи государственного экзамена по математике для учеников девятых классов. Впервые за несколько лет мы получили объективные результаты по математике и по другим предметам. Дело в том, что в этом году за последние 5 лет впервые не было выложено в сети интернет ни заданий, ни ответов к этим заданиям и прежде всего по математике. Немало времени было уделено вопросам обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, изменения ситуации с очередями в первой классе в так называемых статусных школах и профилактике подростковых правонарушений. Изменений планов и перспектив развития в Саровской системе образования оказалось много. А это значит, что новый учебный год будет сложным, но интересным. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.